Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Даша. В сегодняшнем видео будет обзор журнала Burda Style за апрель 2022 года. Я очень сильно ждала апрельские, майские, июньские и так далее номера, потому что мне нравится, когда в журнале много моделей платьев, различных юбок, брюк, блузок, легких. И когда уже можно чуть-чуть отдохнуть на изделиях легкой группы, то есть какие-то блузочные ткани, можно пошить хлопок и так далее. И вот как раз-таки в этом номере представлено очень много платьев. Акцент, я бы сказала, сделан именно на платье и на блузке, но я бы даже сказала больше на платье, потому что все-таки все, что представлено было в блузках, в большей степени это укороченные платья. Совсем мало будет талиевых изделий, но тем не менее будет кое-что интересное. Давайте скорее полистаем журнал вместе, обязательно пишите в комментариях, что понравится вам. Первое изделие это юбка в длине миди, она расположена на талии, имеет притачной пояс. И интересность здесь заключается в драпировке по переду, юбка имеет отрезную горизонтальную часть отделения и асимметричную драпировку по правой половинке юбки. И в вертикальном подрезе юбка имеет еще и разрез, тоже асимметричный. И этим юбка, конечно, привлекла, потому что здесь отражаются некоторые тренды весна-лето 22. Это как раз-таки наличие драпировки, это как раз-таки асилуэт этой юбки. То есть довольно-таки интересная модель. Мне не очень понравилось исполнение первой однотонной юбки в журнале. Это такой вот очень офисный вариант серой юбки с белой сорочкой. Но, однако, если вам требуется юбка на работу или куда-то в офис, то, в принципе, вот такая модель вполне будет интересно смотреться. Потому что она необычная, но, тем не менее, она вот такая достаточно повседневная. Я думаю, что она будет уместна везде. Я бы ее исполнила, наверное, из какой-то более яркой ткани. Вообще, такое изделие можно шить из костюмных тканей средней плотности, каких-то мягких, и из более тонких тканей плательной группы. Здесь в журнале юбка представлена в двух вариантах. Это вот в однотонном варианте и в пестром варианте, в мелкий принт розовый. Мне во втором варианте нравится юбка. Но здесь момент такой, что уже не видно драпировки. Поэтому, наверное, я бы остановилась между этими двумя вариантами. Взяла бы, наверное, яркую костюмную или плательную ткань. Например, розовую, можно зеленую. Сейчас цвет в тренде, и его можно очень классно сочетать с простыми футболками. Даже с кедами, с какими-то босоножками, с ланцами, там, чем угодно. Вот сейчас модно на подошве какую-то обувь использовать. Я думаю, что в таком варианте юбка бы смотрелась лучше. Следующее изделие это платье на кулиске с завязками. Оно не имеет рукавов. Круглый вырез горловины. У горловины ткань немножко присборивается. В журнале представлено два варианта такого платья. В короткой длине и в длине макси. Мне, конечно, понравилось больше в длине макси. Во-первых, мне нравится, как в бурде стилизовали это платье. В длине макси оно сшито из муслина. Это может быть двухслойный, это может быть четырехслойный, по-моему, существует еще муслин. В общем-то, какой-то плотный муслин, чтобы не просвечивалось платье. Вот можно сшить подобный вариант. И при том мне нравится, что его одели как верхний слой. Да, такое платье можно носить и без каких-либо блузок внутрь, без футболки. В коротком варианте мы видим представлен такой простой сарафан платья, которое можно носить в жаркое время года. Это даже какое-то слегка напоминающее курортное платье, которое вот хорошо бы смотрелось на пляжах. Платье имеет широкую кулиску, в которую вставлен пояс, тоже достаточно широкий. И также у платья имеются разрезы по боковым швам. В первом случае, в коротком варианте, это могут быть сорочечные, блузочные ткани, хлопок, лен. Вискоза может быть какая-то более плотная, например, вискоза твил. В удлиненном варианте, как я уже и сказала, это может быть муслин. Но и остальные другие ткани, в принципе, которые перечислила для первого варианта, сюда тоже подойдут. Я вижу это платье именно вот как верхний слой. Мне очень понравилось именно в варианте длинном. Мне нравится сочетание цвета морской вот этой волны с розовым. Очень красиво все это вместе смотрится и сочетается. Я думаю, что с розовыми какими-то тоже ботинками, шлепанцами, в общем, что-то такое тоже будет очень красиво. Но муслина здесь потребуется достаточно много, судя по рекомендациям бурды, практически 3 метра ткани. Я думаю, что две длины изделия для этого платья точно понадобятся. Не знаю, как насчет прям 3 метров, но расход может быть большим. Следующее изделие представлено аж в 4 разных вариациях в бурде. Такое, мне кажется, я встречаю очень-очень редко, либо вообще, может быть, первый раз. В общем-то, платье обычного кроя с приспущенной линией плеча, рубашечным рукавом коротким. Платье свободного кроя, медотрезную линию талии и сборку по переду. Несколько складок. Интересность здесь в том, что планка здесь асимметричная. Планка по лифу заканчивается в одном месте, планка по юбке начинается с другого места. Мне непонятно, нравится ли этот эффект или не очень. Выглядит слегка странно, но в целом весь силуэт у платья мне очень нравится. Его можно сшить из блузочных и плательных, сорочечных тканей из хлопка, из вискозы, из ольна. В данном случае еще представлен воротничок. Здесь приточной, отложной. Обработана планка с пуговицами. И в розовом варианте платья мне нравится, где находится линия талии. Здесь, мне кажется, либо модель высокая, либо здесь немножечко другой крой отрезного лифа. Но вот в другом представленном варианте талия немножко располагается как будто ниже. И мне нравится, когда талия немножко подздернута. Вытягивается силуэт, если вы небольшого роста или роста среднего, то гораздо красивее смотрится, когда талия либо на своем месте, либо чуть-чуть завышена. И тогда можно визуально увеличить свой рост. Изделие полипус имитации запаха, но в боковом шве имеется молния потайная, потому что платье не расстегивается по линии талии, а на линии талии оно прям очень хорошо прилегает. Второй вариант представлен из более яркой кани, если вот этот вариант более такой припылено-розовый. Мне, кстати, понравилось, как в целом выглядит в таком цвете платье. Во втором варианте это яркая, такая оранжевая горчица. И вот конкретно тут талия мне уже не нравится. Она куда-то съехала вниз, уже какой-то вот странного кроя лиф слишком большого, мне кажется, объема для подобного платья. А может быть это пояс утяжелил лиф, и он съехал немножечко вниз, и вот из-за него все это произошли, все эти перекосы. Но в целом мне больше понравилось, как выглядит на модели конкретно первый вариант. Здесь представлены также две блузки по этой выкройке. Здесь уже другой рукав, он более длинный, имеет длину 3 четверти. Он свободный такой же, но за счет сборки по линии низа он создает эффект такого колокольчика. Здесь блузка уже представлена без отложного воротничка, мне такой эффект нравится больше. И здесь отсутствуют пуговицы, то есть скорее всего здесь какие-то кнопки пришивные есть. Этот эффект мне тоже нравится больше, нет акцента на симметричной планке, и выглядит уже более понятно, ну лично для меня. Нижняя часть блузки имитирует баску. Блузка также по лифу на запах идет, и приточную планку имеет. В принципе все то же самое, тоже в боковом шве имеет потайную молнию. И здесь мы видим исполнено в другом варианте по ткани, это хлопок скорее всего сорочечный, и здесь мы видим мелкий принт. Очень красиво смотрится. Мне нравится, когда дополнили эту блузку трубящимися широкими брюками из атласной ткани. В целом комплект выглядит очень по весеннему, по летнему красиво. Второй вариант блузки тоже покроют точно такой же, как и первый. И единственное, что здесь другая ткань тоже представлена, некоторый такой абстрактный розово-синий принт, очень красиво тоже смотрится. Мы видим, как будет изделие выглядеть с шортами. То есть в принципе изделие достаточно носибельное, и с брюками свободного кроя, какими-то широкими, и я думаю, что с джинсами, с шортами. Классно будет смотреться эта блузка. Следующее изделие очень типичное для бурды. Это платье-футляр. Неоднократно я видела подобные модели в бурде. Ну прям вот чисто бурда-стайл. Это платье прилегающего кроя. Обязательно его нужно сшить из ткани с эластаном. Это может быть ткань костюмная типа барби. Она хорошо тянется, но она в то же время плотненькая. То есть ткань должна держать форму и иметь растяжение. Здесь единственная необычность у этого платья заключается в том, что передняя часть лифа имитирует запах. Запах заканчивается в рельефных швах. С помощью рельефных швов платье имеет прилегающий силуэт. Рельефные швы есть как по полочке, так и по спинке и по юбке. Платье классическая офисная длина и немножко корочная рука чуть ниже локтя. Следующее изделие мне очень понравилось. Отлично впишется в любой базовый гардероб. Но оно тем не менее имеет некоторую особенность и изюминку. Это футболка, но с необычными рукавами. По полочке по спинке это простая футболка прямого кроя. Головина обработана обтачкой. А вот рукава имеют некоторую драпировку. Такую футболку лучше всего будет сшить из кулирки, либо из интерлока. И лучше использовать, наверное, однотонный вариант. Потому что, как в Бурде представлен второй вариант в полоску, уже теряется вот эта драпировка. Уже ее как будто и не видно. Лучше, мне кажется, если вы хотите выделить изделие, лучше, конечно, использовать какие-то яркие, это катажные полотна. Если хотите сделать что-то более базовое, то вот серый вариант, или черный, или белый. Или, возможно, каких-то спокойных пудровых оттенков. Вполне можно исполнить такую футболку. Но я думаю, что лучше сделать ее яркой. Все-таки она актуальна сейчас. Здесь имеется драпировка. Если она будет еще и яркой, ее классно будет сочетать со всеми брюками, с джинсами, с юбками. И с какими-то интересными изделиями талевыми. Тоже будет классно смотреть. Очень мне понравилась блузка свободного кроя. Она тоже представлена здесь в варианте и блузки. Несколько вариантов блузки, рубашки. И также в варианте платья. В варианте блузки первые варианты голубого цвета блузка. С классными такими вот бежевыми брюками свободного кроя. В целом весь образ выглядит очень casual. Но также можно и на работу в таком ходить. В какой-то супер жаркий период, мне кажется, будет выглядеть отлично. Вообще, когда очень жарко, свободные вещи, они придают вот это вот проветривание происходит. В общем-то, гораздо комфортнее в таких вещах находиться. И я знаю, что на работе наверняка это даже один из важнейших критериев на работе летом. Потому что все-таки долго находиться в каких-то офисных платьях прилегающего кроя очень сложно. Здесь можно выбрать для комплекта натуральные ткани. Это тоже большое преимущество и большой плюс. Для подобной рубашки можно взять и вискозу. Можно также взять и штапель, и вискозу твилл. То есть это может быть достаточно легкая ткань. Но изделие будет такое более расслабленное. Если возьмете сорочечную ткань, типа хлопка, или блузочный лен умягченный, то уже будет более формоустойчивое изделие. Для пошива подобных брюк, хоть тут не представлены выкройки, но я думаю, что вы можете найти подобную выкройку. В принципе, здесь можно тоже использовать умягченный лен. Будет отличный комплект. И комплекты сейчас тоже в моде. Даже несмотря на то, что они здесь не в тотал цвете, это все равно смотрится очень органично и трендом. Здесь у рубашки пущенная линия плеча, рубашечного кроя, короткие рукава. Они напоминают планку, но на самом деле это рукава. Изделие имеет отлаженный воротничок и застегивается на планку с пуговками. Плечевой шов кокетки немного переведен вперед, и по боковым швам имеются маленькие разрезы. В втором варианте мы видим блузку, представленную точно такого же кроя, но уже из другой ткани. И здесь мы видим геометрический принт, полоску вертикальную. Это тоже некоторый тренд на самом деле. Полоски, клетки, в общем-то, геометрия любая. Это сейчас модно и популярно. Здесь мы видим представленную такая зеленая полоска, и тоже в сочетании с белыми брюками очень круто смотрится. Я как раз-таки подумываю себе сшить светлых брюк на лето, и подобные блузки отлично сочетаются, как мы видим, даже со свободными брюками, и это смотрится очень красиво. С абстрактным принтом также представлено платье по этой выкройке. Здесь уже длинный рукав рубашечного кроя. Плечевой шов кокетки также переведен вперед. Также здесь застежка на планку. Платье просто прямого длинного кроя. Здесь уже отсутствует отложной воротничок. Мне такой вариант даже нравится больше. Просто приточная либо планка, либо можно просто обработать горловину обтачкой, и так будет тоже гораздо более комфортно в летнее время. Как мы видим, здесь уже использована более такая мягкая, легкая ткань, напоминающая вискозу, наверное, что-то такое. И платье уже выглядит немножечко по-другому. То есть оно вот прям такое вот легкое, воздушное, струящееся. Если выбрать какие-то более плотные ткани, более формоустойчивые, такие как лен или сорочечный хлопок, то тогда платье будет такое вот более форменным. Нравится, кстати, больше такой эффект, потому что все-таки платье здесь не раскрешенное, оно прямого силуэта, и за счет этого будет лучше смотреться вискозная ткань. Следующее изделие тоже мне очень понравилось. Это топ с бретелями, и также здесь есть такое же по крою платья сарафан. Топ с бретелями, застегивающийся на планку с крупными пуговками. Имеет такой вот квадратно-круглый вырез. И рельефные швы. Он прилегающего кроя. Отрезное чуть выше линии талии. И кроме рельефных швов, здесь еще также присутствует талевый выточник. Несмотря на достаточное прилегание, вы можете использовать здесь ткани без эластана. Это может быть формоустойчивый хлопок, то есть такой вот более костюмный. Топ представлен из полиэстеровой ткани, но все-таки не рекомендую использовать ее для лета. Все-таки это как-то вот жарковато. Здесь можно использовать бринтованную ткань, так и однотонный вариант. Мне кажется, что подобный топ можно надеть и на какое-то платье, и на платье-футболку, и на футболку. То есть использовать как усложняющий такой элемент образа. Можно шить его без отрезной части, и тогда у вас получится просто вот этот вот топ короткий, который вы также можете надеть, например, на платье-футболку и выделить силуэт. И очень понравился мне этот топ в качестве сарафана. Также мне понравилось, как Бурда его стилизовала. То есть это как сарафан, который надели на блузку, можно на рубашку, можно на футболку, в общем, что-то такое, если хотите усложнить образ. Ну а в принципе в жаркое лето можно и просто как сарафан спокойно такое платье надевать. Здесь достаточно такой трендовый вырез квадратный. Накроенные бретельки, тоже застежка на планку и пуговки. Тоже отрезная линия талии, мне нравится, она здесь очень удачно выглядит. И здесь вот для платья использовали жаккардовую ткань с классным принтом. Я думаю, что будет классно смотреться любой принтованный хлопок в этом изделии. Дальше в журнале представлен Total Костюм из натуральной ткани. Мне нравится этот костюм в целом, как он выглядит. Очень красивые зауженные брюки и очень необычный жакет. Если начать рассматривать жакет по деталям, в принципе, это такая вот классика. Здесь отложной воротничок, отложной лацкан. Имеются рельефные швы, которые немного приталивают изделие. Двубортная застежка, двухшовный вточной рукав и пререзные карманы в рамку. Линия борта идет неровной, то есть она не прямая, а она вот немножечко идет накрест. И тем самым немножко меняется линия низа, и жакет уже становится более таким интересным и трендовым. И также широкий пояс, выкроенный из этой же ткани, тоже делает жакет более мягким. Мягкой формы придает ему, выделяя линию талии. Есть возможность также и укоротить рукава. С помощью пришивной пуговки рукава пристегиваются и становятся длины три четверти. То есть, в принципе, это может быть таким облегченным вариантом костюма на жаркое и теплое время года для работы. Но и в целом, я думаю, что в casual гардероб такой костюм тоже отлично впишется. Жакет выполняется на подкладке, его можно шить из костюмных тканей. Это может быть лен костюмный, это может быть смесовая ткань с хлопком, например, либо с вискозой. И в комплект к этому жакету предлагаются брюки зауженного кроя без приточного пояса, но с застежкой на гульфик. И здесь есть две складки по переду и выточка по задним половинкам брючин. И также боковые карманы. На самом деле, я не очень люблю брюки без пояса, но здесь есть возможность посадить брюки хорошо на линию талии. Если, например, у вас возникают сложности и брюки либо большие, либо малы, вы можете под свое усмотрение немножко расширить или наоборот немножко больше заложить складки по линии талии. Тем самым скорректировать посадку под себя. К тому же брюки свободного кроя, то есть вот эти складки создают такой эффект свободных брюк в линии бедра. И заужаются они к низу. Можно использовать брючные ткани костюмные без эластана, то есть брюки достаточно свободные. Так что все ткани, которые я перечислила для жакета, также подойдут и для этих брюк. К тому же, если вы хотите создать целый комплект, нужно использовать ткани, которые подойдут и на брюки, и на жакет. Здесь в журнале представлена выколько свадебного платья в рубрике Винтаж. У меня даже есть такой один номер, где все целиком и полностью крутится вокруг свадебных платьев и нарядов на свадьбу. Здесь же мне изделие не очень нравится, но правда какой-то очень сильный Винтаж. Я думаю, что сейчас такие подобные платья не в моде и не актуальны. Все-таки сейчас можно какие-то более интересные свадебные наряды подбирать. Здесь вот прям очень-очень-очень Винтажное платье. Лиф прилегающего кроя, юбка сильно завышена, то есть она сидит сильно выше линии талии, и она очень такая вот свободная, а силуэт расширяется книзу. У платья имеются рукава, они шьются из кружева без дополнительной ткани внизу. У лифу тоже платье обтягивается кружевом, также имеет платье пояс с бантиком. Юбка имеет несколько клиньев, за счет этих клиньев юбка как раз-таки расширяется. Такие сильные фалды, здесь потребуется достаточно много ткани, можно использовать под юбик, если вы прям хотите, чтобы это все было супер пышно вот так вот целым. Я думаю, что лучше какое-то другое платье рассмотреть в качестве свадебного сейчас, вот в данное время. Представлено еще одно платье с драпировкой, конкретно этот вариант мне тоже не очень понравился. Тоже выглядит не супер стильно. Сначала, когда я посмотрела на отшитый вариант изделия, я подумала, что платье сшито из трикотажа, очень уж оно тянется как-то вниз, очень как будто тяжелая ткань. Но на самом деле здесь представлено платье из вискозы, и эффект этот вот немножечко меня смутил. Платье отрезное по линии талии, и тоже талия немножечко занижена. Имеет несколько складок, сборок по линии талии, рукавчики, крылышки, V-образный вырез горловины и прикрученную асимметричную драпировку по лифу. Платье длиной немного ниже линии колена лучше все-таки использовать более актуальную длину. Это либо длина мини, либо длина миди, либо макси. Ну, конкретно это платье, наверное, лучше бы исполнить в длине миди. Оно бы смотрелось, мне кажется, лучше. Выборная ткань мне тоже не очень понравилась. Этот вот принт абстрактный в горизонтальную полоску. Не часто вообще горизонтальная полоска кого-то красит. И конкретно в этом случае тоже вот произошло то самое, что лучше, чтобы не происходило. Этот принт увеличивает фигуру и не очень хорошо смотрит. Очень мне понравился сарафан с оборками. Это такой вот прям летний-летний вариант платья на жаркое время. Очень захотелось мне тоже шить. По-моему, подобное платье какое-то тоже выходило. Не помню, в каком номере, но тоже вот что-то такое вот летнее, красивое, воздушное. Тоже тогда мне захотелось его сшить. Вот нужно достать, сравнить эти выкройки и подумать, какой из этих сарафанов я себе сошью. А здесь мне нравится, что лиф достаточно прилегающего кроя. Юбка сидит на завышенной линии талии. И юбка имеет два яруса. В качестве бретелек здесь завязки. Я думаю, что такое платье шьется достаточно быстро. Его можно шить из различных сжатых тканей. Например, это может быть стиранный сжатый такой хлопок. Хлопок с эффектом крэш. Это может быть муслин двухслойный, четырехслойный. Нужно, чтобы муслин не просвечивал. То есть, либо какой-то более плотный четырехслойный, либо из муслина яркого цвета, чтобы, в общем, ткань не просвечивала. И сорочечный хлопок более такой вот умягченный. Или, например, умягченный лен. Тоже отлично подойдет для этого платья. Если будете выбирать что-то типа льня и хлопка, такого умягченного сорочечного, либо блузочного, то платье будет более таким вот пышненьким, стоячим. Если будете выбирать что-то типа муслины, то оно будет более такое воздушное. Я бы, наверное, сюда выбрала муслин. А в бурде написано, что два с половиной метра потребуется для подобного платья. Я думаю, что можно и в два метра будет уложиться. Я думаю, что здесь немножечко преувеличен расход. Выкрикой куртки в джинсовом стиле, исполненная из жаккарда. Это куртка укороченная, прилегающего кроя. То есть, да, мы видим уже больше моделей возвращение к более прилегающему крою. Помню, что такие джинсовки подобные были модны где-то лет восемь назад. Классно их было сочетать с платьями без рукавов. Любой сарафан, можно просто накинуть на него джинсовку подобного кроя. Она укороченная, прилегающего кроя. Смотрелась очень хорошо с такими сарафанами. Хотя мне кажется, что и более такая у-образная джинсовка, оверсайз, укороченного кроя тоже бы неплохо смотрела. Здесь, на самом деле, джинсовка прям классическая очень по крою. У нее имеется отложной воротничок, планка с кнопками. Ну, можно сделать какие-то, например, и пуговицы. Тогда уже будет более, да, такой вид жакета. Наверное, кнопки бы смотрелись лучше. Кокетка по переду, кокетка по спинке, накладные карманы, рельефные швы, приточной пояс по линии низа, узкий двухшовный рукав и по низу рукава. Тоже приточная манжета с пробивной кнопкой. Все швы отстрочены как раз-таки в джинсовке. Здесь можно использовать материал и джинс, и жаккард, и лен, и хлопок плотный, костюмный, формодержащий. Ткань можно использовать без ластана, несмотря на то, что изделие пролегающего кроя. Все-таки в нем, конечно, есть какая-то свобода и предполагается, скорее всего, носить в расстегнутом варианте. Изделие без подкладки, поэтому внутри все окантовано косой бейкой. Но, в принципе, вообще-то в классических джинсовках и классических джинсовых брюк внутри многие швы обработаны оверлаком. Но если хотите кутюрную работу, то вот есть вариант обработать изделие косой бейкой, как и в бурд. Еще мне очень нравится по цвету, как выбрана ткань. Тоже такой розово-голубой оттенок. Мне кажется, подойдет к очень многим сарафанам, платьям, светлым, либо ярким. В общем, очень красивой, очень красивой подобранной ткани. Еще одно такое небольшое возвращение к прошлому. Это платье с вырезом кармен и блузка с вырезом кармен. Это, конечно, такое вот изделие, которое еще не вернулось в моду. Оно вот прям буквально, мне кажется, лет 3-5 назад только вышло из моды, потому что активно начало использоваться всеми-всеми. И до сих пор как бы не вернулось. Но, в принципе, платье само по себе такое очень классическое летнее платье. Очень просто такое платье сшить. А если вы новичок в шитье, то вам следует обратить внимание на подобные изделия, потому что потренироваться на таких изделиях можно отлично. Обычно у таких платьев, блузок, рукав, реглан, как, в принципе, здесь представлено. Рукав, реглан и отрезная часть рукава, и получается отрезная часть горловины. По линии горловины притачена широкая здесь кулиска. И платье имеет также горизонтальное членение по низу. Рисунок сверху мы видим такой абстрактный, прямой. А вот по вот этой отрезной части рисунок наклонен. Ну, возможно, именно поэтому здесь имеется эта отрезная часть, чтобы создать более такой расширенный эффект у юбки по низу. Блузка с варизом кармен это, в принципе, то же самое платье. Присборенные по низу рукава кулиской. Брюки тут классные, а блузка, ну, достаточно обычная. Но подобные изделия можно шить из легких летящих тканей плательных. Например, вискоза твилл хорошо сюда подойдет. И также представлено платье с рукавом реглана, расклешенного силуэтом. Я видела похожее платье, тоже было в борде, по-моему, черного цвета. Оно мне тогда очень понравилось. В принципе, здесь тоже платье смотрится симпатично. Оно такого красно-оранжевого цвета, яркого. Платье расклешенный крой. Оно сшито из, скорее всего, это тоже какая-то вискоза, либо платинный хлопок мягкий, потому что платье прям не спадает. У него рукав три четверти, заканчивается манжетой, заужается. У горловины рукав имеет сборки, поэтому рукав такой очень объемный. И горловина обработана бейкой. Здесь платье представлено в длине чуть ниже колена. Мне кажется, что неплохо бы смотрелось оно чуть выше колена. Лучше его сделать либо чуть более коротким, либо уже тогда в длине миди. Блузка это точно такое же платье, укороченное. И здесь мы видим более короткий рукав-крылышко. Рукав свободный, свободного кроя, короткий и никак не заужается. Поэтому он такой очень летящий, расслабленный. В журнале также представлено несколько моделей для девочек. От 98 размера представлена блузка с рукавом реглан. Тоже очень свободная, со сборкой по горловине, со сборкой по низу рукава. И очень такая летящая. Горловина здесь тоже окантована бейкой. Подобное изделие можно шить из-за своих остатков от ткани. Вот, например, муслин это может быть, хлопок крэш. Это может быть какие-то хлопчатобумажные ткани, сорочечные. Но опять же выбирайте здесь более мягкие ткани, чтобы они струились. Очень мне понравилась выкройка пальто без воротника. Сшита она тоже из-за жаккардовой ткани, как и джинсовка. Здесь у пальто отсутствует отложной воротничок, но зато есть лацкан. На отрезной по линии талии и юбка имеет сборку. И накладные карманы. Простой вточной рукав прямой. Очень удачная модель, если вот опять же похолодало, накинут на какое-то платьишко или сарафанчик. Укрою такой же вариант платья, как и блузка. Здесь только более длинный вариант изделия. Тоже с приточной деталью по низу и с коротким рукавом. Рукав здесь тоже реглан, короткий, с вырезом каплика. По горловине тоже обработана горловиной бейкой. И еще одно платье уже более прилегающего кроя. Платье из муслина. Мне здесь очень нравится, что лиф он прям сидит по фигуре. Отрезная юбка. Юбка имеет складки заложенные. Прям такая она очень пышная получается. Если использовать, например, хлопчатобумажную ткань, то юбка прям будет в такой форме настоящей. Но используйте хлопчатобумажную ткань, наверное, с небольшим содержанием эластана, чтобы было удобно ребенку в сильно прилегающем лифе. И здесь интересный рукав. Пока-то он имеет складку. И рукав становится таким пышненьким, длиной до локтя. И заужается с помощью небольшой приточной манжеты. Представлена коллекция для плюсиков. Очень яркая. Здесь, наверное, акцент сделали на цвет. Немного модных моделей здесь именно представлены по укрою. Но стоит посмотреть эту коллекцию хотя бы из-за того, что она яркого цвета и очень этим отвечает модным трендам. Необычное платье с квадратным вырезом, имеющее много дополнительных усложняющих элементов. Во-первых, оно имеет рельефные швы. Квадратную горловину. Под горловиной застроченный склад. В рельефах приточные накладные карманы. Широкий рукав, длины чуть ниже на локтя, заканчивающийся оборками. Платье сшито из яркой ткани с ярким геометрическим принтом. И именно поэтому оно, конечно, смотрится очень круто. Даже несмотря на вот эти вот все усложняющие элементы, их практически не видно под вот этим вот ярким принтом. Поэтому, если хотите выделить как-то складки, как-то выделить необычные элементы, то тогда используйте однотонную, можно яркую, но однотонную ткань. Вот конкретно в этом варианте мне платье понравилось. Смотрится оно очень красиво за счет как раз-таки принта и вот этой яркости. В варианте блузки это уже белая, простая блузка из белой ткани, без какого-либо принта. Здесь уже блузка мне не так сильно нравится. Да, она в принципе то же самое, что и платье, но за счет именно принта как-то платье не смотрелось устаревшим. Здесь же блузка смотрится все-таки как-то уже более не очень трендовый по крою. Поэтому, наверное, я рекомендовала бы вам сшить подобную блузку, если вам вдруг идут такие модели из яркой ткани, либо из ткани с геометрическим принтом. Представлен жилет с круглым вырезом горловины, с упатной застежкой, с накладными карманами. Вырезами по боковым швам. Это такой очень интересный элемент дироба, который можно сочетать в принципе с какими-то платьями, либо носить отдельно, как представлено в журнале. Опять же, за счет цвета яркого, красиво сочетается с простыми белыми брюками. Это будет красиво смотреться и с джинсами. Здесь нужно выбрать костюмную ткань, либо жакетную ткань, но с эластаном. Так как все-таки жилет прилегающего кроя, лучше выбрать ткань с эластаном. Ну, кстати, я думаю, что можно сюда также использовать и сорочечную ткань. Она часто бывает с эластаном. И вообще вот на модели изделия как раз-таки похоже на то, что оно сшито из хлопчатобумажной смесовой ткани с эластаном сорочечного характера. Далее представлена юбка-карандаш в джинсовом стиле. Это такая классическая джинсовая юбка с притачным поясем, боковыми карманами, застежкой гульфи. Также присутствуют накладные карманы и разрезы по боковым швам обработанные. И все тоже имеет отстрочку. Ну, мне не очень данная юбка нравится, потому что она все-таки очень странно выглядит на женщине размера плюс. Особенно на модели, кстати, в том числе выглядит очень странно. Даже несмотря на то, что юбка яркого цвета, я думаю, что юбка блеклого более цвета смотрелась еще бы хуже. Здесь юбка не располагается на линии талии, она как-то немного ниже линии талии. Этот эффект тоже не очень хороший. Ну и ко всему прочему, юбка сильно прилегающего кроя. Я думаю, что стоит шить какие-то изделия более прямого кроя. Мне понравилась блузка с оборками зеленого цвета. Она тоже такая яркая, тоже классно сочетается с белыми брюками. Брюки здесь, кстати, обратите внимание, очень прилегающего кроя. Скини мы опять вернулись к вот этим брюкам сильно прилегающего кроя. Это могут быть даже леггинсы. И здесь вот такая блузка, напоминающая даже тунику. Она может даже ее немножечко удлинить и сделать из нее либо тунику, либо платье. Она классного на самом деле кроя. Свободного прямого силуэта лифа, отрезной, с двумя ярусами оборок. Нагрудная выточка переведена в боковой шов. Здесь простой вточной рукав. Низ рукава обработан небольшой такой манжетой. И застежка здесь супатная. И мне кажется, это единственная сложность, которая у вас возникнет. В принципе, блузка достаточно просто шьется. Выбирайте здесь вискозные ткани. Они будут как раз-таки очень красиво летящие так смотреться. Очень мне понравился двубортный жакет розового яркого цвета. Очень классная выкройка. Как раз-таки жакет хорошего прямого кроя, силуэта. С очень красивыми линиями. Здесь такой вот лацкан отложной с отложным воротничком и закругленными уголками. Двубортная застежка. Здесь единственное прилегание достигается по груди за счет переведенной выточки. Боковой шов нагрудный. И нет никаких рельефных подрезов. Нету талиевых выточек. То есть, дальше жакет идет прямого кроя с разрезными карманами в листочку. Рукав точной, немного укороченный. Не доходя до низа, рукав имеет горизонтальное очленение. И туда втачен кант. Такая необычная деталь. Рекомендуется выбрать сюда жакетные костюмные ткани. Это может быть и лен плотненький. Это может быть и джинсовая ткань. Это может быть и хлопок смесовый с каким-то полиэстером. Там, да, более плотный хлопок. И могут быть также и пальтовые ткани. То есть, вы можете по этой выкройке сшить себе облегченный вариант пальто. Последнее изделие, которое здесь представлено в журнале, это брюки с переведенными боковыми швами. Брюки прямого кроя. В переведенных боковых швах прячутся карманы. И брюки не имеют также приточного пояса. Обработка застежки гульф. По линии талии мы видим талевые выточки. Мы видим отстрочку по всем срезам. Это изделие нужно шить из брючных тканей обязательно с эластаном. Это могут быть смесовые ткани с хлопком, с вискозой, с сольном. Но обязательно они должны хорошо тянуться. Иначе вы просто не влезете в эти брюки, потому что брюки прилегающего кроя. Это были все модели Burda Style за апрель 2022 года. Я всегда жду ваши комментарии, что вам понравилось. Обязательно жду ваши лайки. И подписывайтесь обязательно на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. В описании к видео вы найдете ссылку на мои собственные выкройки. Я тоже изготавливаю выкройки. Сейчас там небольшой ассортимент. Но ассортимент всегда пополняется. Поэтому следите за обновлениями. Вы также можете подписаться на мой канал на Дзен и на Рутуб. Если вдруг что случится с Ютубом. И вы можете подписаться на мою страничку в Телеграм. Все ссылки вы найдете в описании. Так что переходите. Мы увидимся с вами очень скоро. Я всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok